Приветствую вас, Вероника. Мне кажется, что есть расхождение между тем, что вы думаете интеллектом и тем, что происходит на уровне ваших чувств. На уровне интеллекта вы хотите побыть в легких отношениях, а на уровне чувств я боюсь, что вы хотите уже с ровных отношений, хотите того, что можно назвать, наверное, романтическими отношениями, в отношениях с ответственностью и так далее. То есть это противоречит, на самом деле, то, что вы пишите, что с одной стороны отношения без обязательств, и я понимаю, что будущего с этим человеком нет, как серьезного партнера, я его не рассматриваю, а с другой стороны, что он мне не уделяет внимания и что без его внимания я не могу на него утратить энергию, так как она мне не вернет. Вы поймите, что отношения без обязательств не на то и отношения, а без обязательств, что никто никому ничего не должен. Раз. Нет никаких обязательств. Два. Нет никакого слова ни три. Это абсолютно максимально легкие, насколько возможны отношения. У вас же есть именно требования к человеку. Вы требуете, вы ждете, вы ожидаете, вы скандалите, вы давите, вы ругаетесь на человека. Понимаете? И в то же время у вас есть, как вы говорите, чувство, любовь, привязанность и так далее. Ну, это основанием для легких отношений быть не может. Это уже не легкие отношения, а пользу вашей терминологией тяжелой. Но тяжелая не от того, что вы в отношениях хотите что-то восполнить и что-то компенсировать. В какой-то степени вы об этом уже сказали, в том, что вам нужно, чтобы энергия восполнялась. Вам нужно в отношениях, чтобы мужчина вам уделял внимание и восполнял вам энергию. И, может быть, это и хорошо было бы, если бы вы выбрали такого мужчину, такого мужчину. Но проблема в том, что вы не выбрали такого мужчину. Проблема в том, что вы выбрали другого мужчину, который к отношениям вообще не готов. Вопрос, если у вас такие ценности, если вы такой чувствительный человек, как вы можете быть, будьте на здоровье. Почему вы выбрали такого мужчину? Я отвечу. Скорее всего, для того, чтобы завоевать любовь недоступного человека, недоступного мужчину. Это уже несколько родительские отношения. Скорее всего, взаимодействие с папой. И именно ему вероятно, вы пытаетесь доказать, что он что дошли на внимание. Вот. Какая штука. именно ему вероятно, вы пытаетесь показать, что он достойный любви. Но он вот сомневается, он и вы сомневает. Надо доказывать. Поэтому я выбираю такого человека. Человека. Человека, который не обещает мне займиться. Человека, который ведет себя, ну, достаточно очужден. Который держит, там, условно говоря, границы, да, свои. Вот. И так далее. Вот. Вот вы и мучаетесь. По сути. не можете выбрать человека, который соответствовал бы вам. Почему не можете выбрать такого человека? Хороший вопрос. Прямо что другие люди вам не интересны? Вероятно. Вам, вероятно, интересно только только такие люди не совсем доступны для вас. Так вы можете, так бы вы могли проявлять себя за друг с другом. Так бы вы могли ну, в какой-то степени доказывать себе что-то. Понимаете? Какой момент. вот, собственно, то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Дальше. Как я могу выстроить этим человеком гармоничное отношение? Никак на данный момент, потому что то, что вы декларируете внешне не соответствует тому, что вы делаете. Внешне вы декларируете свободные, ни к чему не обязывающие отношения, эмоционально, честно, вы хотите семью и так далее. Вам нужно разрешить этот конфликт, понять, где же, собственно, вы и настоящие. Выступить им, в принципе, не таким, как вы и есть, играть по его правилам. Я не думаю, что если вы будете играть по его правилам, это будете вы, честно говоря. Я не думаю так вот. То есть вот серьезно. Я не думаю. Я не думаю. Так. Что вы, вот, ну, что вы, как это сказать, 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 вот сможете на данный момент принять его таким, как он есть. Потому что это, ну, просто это невозможно сделать. Вот. Вау, вы, вы, вы до конца себя не принимаете. Вот. А о чем, о чем речь может в обществе, в обществе. Вот. Так что, лифт нужно разобрать. Вот. Лифт нужно подобрать. И, тогда уже, тогда уже решать. Это первое. Второе. Вы, эээ, простите, вы хотите, эээ, что, вы хотите, чтобы, эээ, мы сами, эээ, приняли за вас решение, как вам поступать. Нет. Такого, ну, не будет. Потому что, вам нужно самостоятельно принимать решение. Вам нужно самостоятельно принимать решение. Вот. Вот. А не так, что, мы за вас принимаем решение. Вот это, на мой взгляд, очень, такая позиция, я бы сказал, ну, дестру, деструктивная позиция. Вот. Поэтому, если вы не доверяете себе, допустим, если вы не можете доверять себе, ну, допустим, к примеру, да. Вот. Ээээ, то, это один момент. Ну, мы можем, ну, мы можем научить вас доверять себе, решить протворы, еще ваше, которое у вас есть и так далее. Вот. И так же вы сможете для себя решить, какие отношения я хочу выстраивать, вообще, в принципе. Чтобы не было такого притворыча, что на словах я хочу одного, а по факту я хочу другого. Вот. И, поскольку я хочу другого, и выбрал человека, который только, по моему мнению, подходит для того, что я хочу, я буду пытаться его переделать, я буду пытаться ему, там, что-то объяснить и так далее. Вот. И я не буду обращать внимание на то, что, эээ, человек мне прямым текстом говорит, что, ну, отношения без обязательных. Вот. Вот. А я ему в ответ, значит, что мне очень не хватает, эээ, его, эээ, он реально уделяет мне время, мало уделяет времени, тепла, забота и ухаживает. Это уже не отношения без обязательных. Понимаете? Вот. И, вам надо определиться, если вы считаете, что мужчина, мужчина должен больше ухаживать за женщиной, да, это, ну, хорошо, супер, замечательно, пусть так. Ну, так вы и обеспечите свою цену. Если вы говорите, что человека любите, это значит принятие его позиции. не терпеть его, ожидая, что он изменится, а именно принятие. у меня есть ощущение, что, ну, что вы не принимаете. Человек.